С вами начинаем. Давайте проверим качество связи. Пожалуйста, если хорошо видно и слышно, поставьте мне огонёчки, несколько человек. Всё, достаточно. Я вижу, что качество связи хорошее, и я рада с вами сегодня встретиться и поговорить о своём любимом деле. Это игровая психокоррекция. Вот люблю играть, так уж я устроена. Пару слов о себе. Меня зовут Мария Дагмянина, я живу и работаю в городе Екатеринбург, и я занимаюсь проведением тренингов для ребят, начиная с возрастом 7-8 лет и заканчивая возрастом 16-17 лет, а также тренинги для взрослых. К нам приходят точно так же, как и во все школы и детские сады, самые разные ребята. У нас есть то, что называется инклюзивные тренинговые группы, и для каждого ребёнка мы ищем свой подход. И вот с помощью игр этот подход очень даже легко найти. Давайте же сегодня поговорим о игровой психокоррекции. Что это такое? Ну, конечно, все мы прекрасно знаем, что в жизни ребёнка-дошкольника игра занимает основное место. И всё, что ребёнок узнаёт, всё, что ему нужно для того, чтобы подготовиться к жизни, проходит в виде игры. Это и знакомство с культурой, это и наращивание каких-то навыков, и оперативных навыков, то есть умение обращаться с разными инструментами, материалами, умение выполнять разные роли, и социальных навыков, когда в игре ребёнок знакомится с разными социальными ситуациями и проходит их в такой безопасной обстановке. Точно так же в игре, особенно если это такая управляемая игра, мы можем воссоздать некие сложные ситуации в жизни ребёнка, и в игре же их пройти. Таким образом у ребёнка будет понимание, как с этими ситуациями справляться, и уже в реальной жизни он будет действовать в себя гораздо увереннее. Ну и игра, детская игра, она служит основой для развития всех функций головного мозга. На этом я сделаю упор, потому что я ещё и детский нейропсихолог, занимаюсь ещё и вот такой вот работой нейропсихологической коррекцией. Поэтому без игры, без хорошо развитой игры у нас невозможно будет и дальнейшее обучение. Что такое игровая психокоррекция? Это развитие, тренировка слабых функций, то есть то, что у ребёнка подкачало в виде игры. Но тот, кто занимается коррекционной работой, знает, что дети не очень-то сейчас любят коррекционные занятия, потому что им скучно, трудно, нужно повторять много раз одно и то же, им хочется поиграть, почему бы не совместить любовь к детскому играм и коррекционным. Здесь есть одно условие, то есть когда мы занимаемся игровой коррекцией, то мы подбираем игры точечно под какой-то очень узкий запрос. И об этом тоже на примерах я покажу. То есть игра подбирается под конкретную, конкретную проблему, которую мы должны решить. Вот для чего ещё, что ещё помогает нам сделать игровая психокоррекция? Позволяет перенести какие-то травмирующие события в игровое пространство, получает, получить опыт коммуникации между людьми, выработать новые стратегии поведения. Ну и ребёнок в игре действует более самостоятельно, чем может быть в реальной жизни, и потом эту самостоятельность переносит. Ну а также много-много других побочных, можно сказать, полезностей от этого, такие как снижение уровня тревоги, коррекция агрессивности, улучшение настроения, развитие внимательности, усидчивости, старательности, всех тех функций, которые нужно детям для обучения. То есть целый спектр разных полезностей мы можем выдать ребёнку в виде разных игр. Теперь правила игровой психокоррекции. Чем игровое занятие отличается, допустим, от чисто коррекционного? Обстановка для ребёнка должна быть комфортной, то есть он должен идти с радостью, с удовольствием, поэтому мы не говорим, что мы сейчас будем тренировать внимание, мы говорим, пойдём поиграем. Есть ситуация успеха, это обязательно, то есть любой ребёнок в этой игре должен иметь возможность выиграть, даже если это ребёнок, допустим, с ментальными нарушениями, который занимается в обычной группе, и другие дети его превосходят. Всё равно мы можем воссоздать ситуацию, когда он будет ведущим, он будет победителем, он будет чувствовать, что он просто крут и велик. Дальше. Это всегда движение от простого к сложному, и мы с вами в сегодняшней нашей теме тоже будем двигаться от простого к сложному. От маленьких тренировочных игр до больших тренингов по коммуникативному развитию. Ну и мы работаем в зоне ближайшего развития, то есть несмотря на то, что игра комфортна для ребёнка, что ему просто в неё играть, мы всё равно в каждой игре даём малюсенькую трудность, которую ребёнок должен преодолеть и стать умнее, сильнее и способнее. Что касается любимого некогда вот несколько лет назад выхода из зоны комфорта, то есть вот такие вот вы наверняка тоже видели вещи в своей жизни, и считалось несколько лет назад, что есть зона комфорта, где ничего не случается, и есть некое место, куда нужно выйти, это связано с неудобствами, с какими-то страхами и так далее, но именно там ждёт нас новое. Сейчас у нас у психологов концепция меняется, и мы добавляем ещё и такую вот зону развития. То есть это та часть жизни ребёнка и вообще любого человека, в которую он может из своей зоны комфорта выйти на прогулку, получить там какие-то сведения, возможности для себя, развить какие-то свои навыки, с этим зайти в зону комфорта и начать зону комфорта увеличивать. Таким образом мы не выходим из зоны комфорта, а делаем её больше. Вот, это было, наверное, предисловие, присказка, а теперь мы начнём уже обзор игр, и первое, что я расскажу, это про игры в практике нейропсихолога. Но наверняка вы уже тоже встречались с нейропсихологическими заключениями, детки приходят в группу и приносят заключения от нейропсихолога, или вы сами уже делаете диагностику и понимаете, что мозг ребёнка работает не совсем так, как надо, вы это видите, видите нарушения в работе каких-то функций, и понимаете, что нужно это каким-то образом отработать, чтобы было легче и ребёнку, и вам. Чуть-чуть совсем про нейропсихологию. Смотрите, сама суть подхода нейропсихологического связана с тем, что выделяются в мозге человека три отдельные области. Первая область, которая отвечает за тонус и энергию, вторая, которая отвечает за приём и переработку информации, поступающей из окружающего мира, и третья, то, что отвечает за контроль и программирование. Если мы обнаружили у ребёнка нарушение в первом блоке, то мы можем увидеть вот что, что дети быстренько устают, что они сложно переключаются на другую деятельность, что они плохо могут управлять своим поведением, плохо засыпают, плохо просыпаются, очень невнимательны и вообще нарушается тонус. То есть ребёнок или вялый-вялый, слабый-слабый, или он, наоборот, бегает и прыгает так, что его невозможно остановить. Вот у кого такие детки есть, плюсики в чат поставьте, пожалуйста, вот прямо посмотрите на этот списочек, у кого такие детки есть в группах. Здесь и СДВГ, которые тоже связаны с нарушением в первом блоке, здесь и детки с нарушениями речи, тоже, которые связаны с вот этими нарушениями, нарушения тонуса и много-много всего ещё. Вон сколько у нас плюсиков в чате появилось, всё достаточно. Ну и ещё очень важно, что нарушения в первом блоке, они часто маскируются под другие проблемы, и родители, не зная вот всей этой информации, приходят к вам с запросом, что, допустим, у меня ребёнок ленивый, как бы сделать, чтобы он стал более трудолюбивым. Или я не могу им управлять, он плохо себя ведёт, не слушается взрослых. Что ещё вот у нас приносит? Мамы говорят иногда у него демонстративное поведение, сделайте с ним что-нибудь. Он просто не может остановиться, потому что, ну, тормозящая система головного мозга, ну, работает хуже, чем надо. Вот. Часто детки с нарушениями тонуса, с нарушениями первого блока демонстрируют хороший интеллект. Да, вот рассеянность, нет сосредоточенности внимания, но детки умненькие, всё понимают, речь развита, иногда гиперактивно часто, да, речь напоминает речь взрослого, они хорошо читают, но почерк часто очень корявенький. И вот здесь два образца, вверху это ребёнок с гиперактивностью, ребёнок школьного возраста, и его чудесный почерк. А внизу это тест лесенка, нейропсихологический тест, который сделал ребёнок с нарушением тонуса, ребёнок дошкольного возраста, и вы здесь видите, как строчки уползают вниз, как будто бы им не хватает силы и тонуса для того, чтобы удержаться на линеечке. Вот. Ну, кто плюсики поставил, вот теперь для вас информация. Как мы можем улучшить состояние ребёнка? Быть больше на свежем воздухе, очень много движений, особенно ритмичных, массажа, разминания, общие ощущения тяжести. Вот. Как мы это можем воссоздать в играх? Мы можем использовать игры, в которых нужно поддерживать ритм. И вот здесь дети пойдут вам навстречу, потому что в любом ребёнке, даже у него есть какие-то нейронарушения, у него всегда есть внутреннее такое движение к выздоровлению. То есть здоровье – это процесс, который в каждом из нас есть. Поэтому они вот эти ритмичные игры поддержат, потому что им в этих играх будет легче. Ну, то есть мы берём любые стишки и на эти стишки накладываем какие-то игровые действия. Ну, вот у Медведева Бару любимая игра. И, кстати, у меня группа 7-8 леток, они её тоже почему-то нежно обожают. Ну, там тоже у нас достаточно много гиперактивных деток, поэтому мы её проводим. Хотя вроде бы не по возрасту. Здесь что происходит? Дети берутся за руки и под стихотворение начинают шагать к Медведю. Медведь – это ведущий ребёнок. Доходят, стихотворение закончилось, здесь Медведь просыпается, начинает рычать и догоняет детей, которые бегут в рассыпную. Очень весёлая игра. Точно так же можно использовать кот и мыши, такой вот игровой сюжет. Всё то же самое. Котик спит, мышки к нему близко подходят со стишком и потом бегают от него. Есть игры с массажным эффектом, и тоже дети эти игры любят. Ну, вот наша любимая игра – это про мышку. Вышла мышка как-то раз, посмотреть какой-то час. Ну, вот здесь меня не очень видно. Давайте я всё-таки попробую показать. Вот так вот это делается, то есть по рукам, по плечам, по голове, по шее у нас мышка идёт, забирается на голову. Вдруг часы сказали «бом», хлопок в ладоши. Мышь скатилась кувырком, тоже вот она так скатывается, и ребёнок делает себе такой небольшой энергетический массаж и уже потом становится более активным, тонус приводится в норму. Дальше для таких детей очень сильно нужны и очень хорошо помогают игры с переключением движения. Тоже, когда у нас что-то во внешнем мире меняется, в ритме ребёнка меняется, мозг на это реагирует тем, что даёт больше энергии. Процесс сложный, но я объясняю вот так вот по-простому. То есть когда меняем направление движения, ребёнок становится более энергичным. Ну и из этой серии, например, игры «Огонь» и «Лёд», когда по вашей команде «Огонь» все дети бегают, а по команде «Лёд» они останавливаются и должны удержать неподвижную позу. Тоже достаточно сложно, это тоже тренировочно. Потом вы выбираете ребёнка, который был самым лучшим, и он становится ведущим. Ещё вариант. На земле. Да, день и ночь. Я здесь просто привожу примеры. Важно, чтобы здесь было переключение движения и умение действовать по команде педагога. А играть их можно придумать сотни и постоянно их менять, прокачивать всё. Ну вот это вот навык. Чуть-чуть с усложнением. На земле, в воде, на небе. Здесь у нас уже три состояния. Ребёнок показывает, когда что-то на земле приседает и рукой показывает на землю. Если на небо, то вверх, а если на воде, то показывает волны. Дальше педагог говорит слова. Например, рыба. Дети показывают волны. Кораблик, тоже волны, самолёт, небо и так далее. Эти игры, вот любят все дети, они нормализуют тонус. То есть дети, которые вялые и сонные, они чуть-чуть спотрятся, а те, кто слишком гиперактивны, они подсоберутся. Вот, карлики-великаны. Сейчас можно набрасывать игры в чат, это будет такая вот совместная деятельность. Море волнуется, тоже все знают, да? Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три. Морская фигура на месте замри. Ёлочки-пенечки, вот. Важно понимать, что эти игры, кроме того, что они весёлые и лёгкие, несут ещё и вот такую вот важную нагрузку. Следующий тип игр, это игры на мышечную релаксацию. Вот детки с ДВГ, их обожают вообще больше любых игр. Смотрите, например, солдат и кукла. По команде дети выпрямляются и сжимают мышцы солдат, такой стойкий оловянный солдатик, или расслабляются и, ну, как мороженое стекают на пол, это тряпичная кукла. И тоже любят игру черепаха и крокодил. Дети-черепашки лежат свободно, когда появляется крокодил, нужно ручки и ножки положить под спину, принять такую позу эмбриончика, закрыться спиной и в таком вот сжатом состоянии ждать, когда мимо пройдёт крокодил. После этого снова крокодил уходит, светит солнышко, и черепашки снова расслабляются. Вот, это игры для тонуса головного мозга. Теперь второй блок головного мозга, то, что отвечает за приёмы хранения, переработку информации, за обработку информации, за синтез. И здесь же второй блок отвечает за создание операционно-технических программ для всех видов деятельности. То есть, как мы будем есть, допустим, ложкой, как мы возьмём ложку, будем подносить ко рту и так далее. Вот, программы из нескольких движений, это тоже всё об этом. Смотрите, какие могут быть нарушения, если у ребёнка проблемы со вторым блоком. Это могут быть трудности восприятия, ну, например, вот на таком изображении, которое чуть-чуть повыше, где много разных зверей, он зверей не различает, или различает, но не всех. Или не может дорисовать картинку по образцу. Или не различает близкие по звучанию слова и вообще плохо ориентируется в словах. И так далее. Как мы можем развивать второй блок? Конечно, это обогащение сенсорного опыта, это игры на развлечение ощущений и восприятия, межмодальный перенос, когда мы, допустим, слышим и проговариваем, или видим и рисуем, из модальности в модальность переходим, и игры, которые направлены на то, чтобы сформировать операционные программы. Здесь же мы говорим о большом блоке игр, который направлен на ориентирование в пространстве, на пространственное представление, потому что, по моим наблюдениям, может быть, вы подтвердите это. Если подтвердите, давайте будем ставить огонёчки. Вот. У современных детей пространственные представления в трёхмерном мире, они очень-очень слабо выражены. Вот, огонёчки пошли, значит, да. То есть, не различаем право-лево, раз не различаем право-лево в своём теле, то мы не можем составить какой-то простейший маршрут. Коли мы не научились это делать, то мы не ориентируемся в пространстве листа, не знаем, где нарисовать солнышко, и почему у нас ёлки вдалеке там меньше, чем впереди, да. А коли мы это не научились делать, то мы не можем в грамматических конструкциях понять, что как нужно. Ну, то есть, ребёнок путает слова в предложении, например, или математические примеры может написать встык, не понимая, что это какие-то разные вещи, ну и так далее. То есть, проблема, которая началась с плохой ориентации в своём теле, закончилась тем, что ребёнок неправильно пишет. Тоже несколько примеров игр. Я начну про игры рассказывать, а вы наверняка тоже в чат напишите свои варианты игр, потому что, конечно же, всё, все это делают, эти игры есть в вашем репертуаре. Смотрите, вот по предыдущей схеме ещё раз хочу напомнить. Вот мы ориентируемся в теле, потом в пространстве, потом в листе, потом в грамматических конструкциях. И мы, допустим, берём блок игр. Первая игра — это астронавты, когда нужно с закрытыми глазами по команде ведущего ребёнка пройти вправо, влево, вверх, ой, прошу прощения, вперёд-назад и в пространстве, и найти ту планету, на которую нужно высадиться. То есть, в нашем пространстве игровом — это стульчик, на который нужно сесть. Один ребёнок командует, другие детки с закрытыми глазами выполняют. О, муха. Да, про муху расскажу, Ирин. Спасибо большое. Тоже мы муху обожаем. Просто большой любовью любим. Дальше. Это игра «Стыковка». У нас ведущий вот так вот ладошки подставляет, а другой ребёнок должен с завязанными глазами, опять-таки по команде, подойти и ладошки в ладошки вот так соединить. Причём другая, все оставшиеся детки ему командуют, что делать там выше, правее, левее, руку подними, руку опусти, правую руку вправо и так далее. То есть ребёнок тоже с закрытыми глазами ориентируется в своём теле. Следующая игра с усложнением «Дракончик». Вся команда встаёт, глазки закрывает и видит в этом «Дракончике» только последний игрок. То есть у последнего ребёнка глаза открыты, и он, надавливая на плечи ребёнка, который перед ним, а тот передаёт сигнал дальше, должен вот этого «Дракончика» провести через какие-то препятствия в пространстве. После этого мы берём графические диктанты, начиная с простейших и заканчивая достаточно сложными, когда там прорисовывают целые картины. Ну и, допустим, вот такие вот игры с предлогами, которые здесь приведены на иллюстрации. И муха, конечно, тоже. Вот, теперь вопрос в чат, допустим, такой. Если вы видите, что ребёнок плохо разбирается с предлогами, да, то есть он не понимает, что такое «за», «на», «у», «из», «с», и не получается обучить его этому нелёгкому делу, что мы делаем, что мы должны сделать. У ребёнка не выходит. Будем ли мы долбить эти предлоги каждый день, пока он всё-таки их не выучит? Или есть другой путь? Играть? Да, будем играть, и мы всегда возвращаемся на предыдущий уровень. Когда мы видим, что у ребёнка на каком-то уровне развития, ну вот просто остановка, некое такое препятствие, и мы его пройти не можем, мы отматываем назад. То есть он не понимает предлоги, мы пойдём работать в графический диктант, в стыковку, в дракончик, пройдём ещё. Да, Галин, спасибо за ответ. Мы возвращаемся назад на предыдущий этап. Да, схема тела. Схема тела. То есть мы возвращаемся к играм на право-лево, и после этого проходим опять-таки этот путь, и очень часто проблемы иссякают сама собой. Мы видели, что дети, с которыми мы долго-долго играли в эти игры, ну допустим, сделали мы графический диктант пробный, получился так себе, потом играли много в игры справа-лево и положение пространства, а потом ещё раз повторили графический диктант, и мы видим, что он прошёл намного легче. Елена, что это значит? Ладно. Развитие внимания. Тоже у нас такая больнючая тема, потому что детки у нас очень-очень невнимательны, у них рассеянное внимание не только у детей с СДВГ, но и у всех других детей. Поэтому что мы делаем с вниманием? Я уже говорила вначале, что мы игры всегда затачиваем на какую-то очень конкретную проблему, и мы вот здесь сначала делим внимание по анализаторам ориентировочным, то есть мы отдельно разрабатываем игры на зрительное внимание, на слуховое, вестибулярное, кожное, обонятельное, вкусовое, тактильное, и после этого начинаем работать по отдельным компонентам внимания. Это фиксация внимания, то есть умение сосредоточить концентрацию, удержание, переключение и распределение. Небольшую информацию я хочу дать, вот по ссылочке вы пройдёте на видео, в котором есть, ну вот прямо-таки описано занятие по тренировке внимания. Примеры игр на внимание. Слалон-гигант, ориентировка в пространстве. Делаем из стульев вот такую вот извилистую трассу, и ребёнок её проходит можно вперёд спиной, можно с завязанными глазами, хоть как. Мельница. Берём мяч, кстати, дети с мячом оперируют тоже очень плохо, я заметила уже по нескольким группам, что детки не очень хорошо с мячом работают. Встаём в круг и запускаем мельницу. Игрок получает мяч, передаёт другому, делаем это быстро-быстро-быстро, быстрее, и потом уже, когда дети освоили этот навык, можем сказать, меняем движение в любой момент, и мячик запускается в противоположную сторону. Очень хорошо концентрирует внимание. Ну и найди отличия игры, их тоже очень много. Ещё хорошая игра «Тишина», это слуховое внимание. Когда мы говорим ребятам, давайте послушаем тишину, и сосчитайте звуки, которые вы здесь слышите. И все тихонечко сидят, мы наслаждаемся тишиной, а дети могут насчитать много звуков. Кстати, иногда выдают те, которые мы и не слышали. Ещё чудесная игра «Золушка» на распределение внимания. Даём ведёрки с фасолью, белой, коричневой, цветной. Ну или как вариант, мы можем дать разноцветное лего. И нужно по команде разложить фасольку или лего на три кучки по цвету. В принципе, на 1-2 минутки ребёнок может сосредоточить внимание, а мы постоянно эту игру совершенствуем, или делаем детальки мельче, или делаем их больше, то есть этот навык прокачиваем. Ирина, ну если меня не видно, но слышно, я думаю, что основная информация у вас уже есть. Ну, бог с ним, не познакомься, мы с вами поведём. Нормально. Ну и третий блок головного мозга – то та часть мозга, которая отвечает за программирование, за поведение, за мотивацию, за самоконтроль и другие ценные для нас вещи. Тоже дети, ну вот нейропсихологи иногда на своём жаргоне называют лобные дети, это дети, которые демонстрируют нам полевое поведение, ну то есть куда ветер дул, туда ребёнок и побежал. Его куда-то позвали, другие дети, он не подумавший, хорошо это или плохо, надо, не надо, ему понёсся за все остальные компании. Или ребёнок застревает на определённых действиях и никак не хочет переходить к другим действиям. Или склонен к упрощению любых программ, то есть пропускает в программах какие-то очень важные компоненты, всё делает, ну то, что на бытовом языке называется небрежно, спустя рукава. И ещё один признак этого нарушения – это отсутствие интереса к познавательной деятельности, то есть ребёнок играет, это как только дело доходит до каких-то развивающих, познавательных занятий, он тут резко скучнеет. Что несколько игр на развитие самоконтроля. Например, игра аисты и лягушки. Здесь мы тренируем и внимание, и контроль ребёнка над своей деятельностью. Дети бегут по кругу, когда ведущий хлопнет в ладоши один раз, они принимают позу аистов на одной ножке, когда два раза – это лягушки. На три хлопка можно возобновлять ходьбу и снова бежать по кругу. Из этой же серии такая игра, например, как музыкальный стульчик, поменяйтесь местами и много-много других игр, где ребёнок должен быть очень внимательным и управлять своими действиями. Контроль импульсивности. Здесь такая нудная и сложная работа. Рассыпаем шишки, и ребятки-мешки должны в таких толстых варежках вот эти шишки или мячики, или что-то собирать, и при этом стараться удержать себя от раздражения, от злости, от страха, от неуверенности и довести дело до конца. Ну вот она и муха, про которую мы говорили. Здесь мы тренируем сложные двигательные программы уже на листе бумаги. А учителя в школах потом скажут нам за это огромное спасибо. Делаем вот такое поле, рисуем. У всех поля одинаковые. Можно начинать с поля 3х3 клеточки, потом переходить уже 4х4, 5х5. Говорим. Муху садим посерединке и говорим. Муха сделала один шаг влево. Ребёнок муху передвигает. Два шага вправо. Один шаг вперёд. И ребёнок должен сказать первым из всех, когда муха вылетела за пределы поля. Сначала у нас реальная муха, ну или заменитель. Да, Елена, 3х3 можно начинать для детей. Вот. Заменитель мухи какая-нибудь фишка или пуговка или что-то ещё. А потом мы эту фишку убираем, и дети делают это уже на внутреннем плане, начиная с центра. И здесь уже гораздо сложнее. Но зато ребёнок учится делать без поддержки предметной деятельности такие достаточно сложные двигательные программы и удерживать внимание. Здесь же, в этой серии, развитие лобных долей мозга, развитие умения программировать и планировать, это бизнес игры для детей. В детском саду уже подойдёт Мачикора, то есть они уже способны в неё поиграть, это строительство города. Там есть наборы карточек, которые обозначают предприятия, разные отрасли, есть деньги, есть кубики. И задача выстроить стратегию развития города для того, чтобы все эти предприятия приносили прибыль. Вот так вот выглядит игра, и бесконечно долго ребята могут в неё играть. Очень нравится и очень хорошо учит детей просчитывать свои действия. Если я это сделаю, то что я получу на следующем ходу? Игра Мачикора от шести лет уже играют хорошо. И до... Ну вот у нас есть разновозрастные группы, и с огромным азартом играли вместе семилетки и шестнадцатилетние. Вот. Мы семилеток, конечно, чуть-чуть курировали, а шестнадцатилетние играли сами, но тем не менее интересно всем. Даже если это семейная игра, то взрослым тоже интересно. На какой-то момент не оторваться. И она, в отличие от, допустим, монополии похожих игр, она довольно динамичная, то есть где-то за полчаса можно сыграть раунд. Да. Хороша для развития финансовой грамотности, наверное, да, хотела сказать Галина. Финансиональной грамотности не очень понятно, но вы можете расшифровать, что это такое. Вот. Что в игре нужно? Придумать несколько стратегий, включая запасной вариант, потому что одна стратегия может не сработать. Среагировать на то, что делает соперник вовремя, работать на длинный результат и терпение и выдержка, потому что не у всех хватает терпения и выдержки, и дети начинают капризничать. Но тот, кто смог сделать это уже, тот получает награду в виде такой вот радости от победы в этой игре. Можно попробовать денежный поток, но эта игра более медленная, и ребята могут заскучать. Следующие игры для коррекции поведения. Здесь мы уже чуть-чуть уходим от нейропсихологии и уходим уже в поведенческие проблемы. И, наверное, это оправдано, потому что проблем, связанных с поведением, много, и как раз педагогу, который работает на группе, приходится решать эти проблемы каждый день. Ну и, конечно, вам понравятся игры, которые корректируют агрессивное поведение, потому что если в группе завелся агрессор, то спокойная жизнь заканчивается, и работать в такой группе становится невозможно. Вот огоньки пошли, значит, коллеги со мной солидарны. Здесь мы вспоминаем, что в основе агрессивного поведения лежит какая-то из причин, либо их совместное влияние. Это низкая самооценка ребенка, это отсутствие навыков конструктивного поведения, это неумение контролировать свои эмоции, высокая тревожность, эмоциональное застревание. Когда мы понимаем, что лежит в основе агрессии, мы можем поиграть в разные игры. Например, игра для снятия напряжения. Игра для снятия напряжения. Это там, где мы много шумим, возимся, смеемся. Например, дракоша, кусающий свой хвостик. Включаем музыку. Дети берут друг друга за плечи, держатся за плечи, и бегом бегут для того, чтобы головушка дракончика поймала хвостик. Радости много, но и здесь снимается напряжение, дети становятся более жизнерадостными. Доброе тепло. Мы передаем душевное тепло с помощью несильного рукопожатия. Для деток, у которых агрессия связана с недостатком любви, с недостатком телесных проявлений в собственной родительской семье, иногда это становится очень целительным. Вот, то есть первый игрок передает другому игроку и так далее. И в конце концов, ребенок, который начинал вот эту цепочку доброго тепла, он получает свое тепло, согретое всеми ручками обратно. Здесь же хороши игры на распознавание эмоций, потому что часто плохое поведение или неправильное поведение связано с тем, что ребенок не распознает эмоции других людей и принимает, допустим, радостное и активное поведение за агрессию по отношению к себе и тут же начинает давать сдачу. Да, Татьяна, мы с такой проблемой сталкиваемся постоянно, поэтому на пап часто воздействовать невозможно, а вот чуть-чуть обогреть ребенка на занятия в группе мы можем. Ну, вот хотя бы так. Не все мы можем сделать, но кое-что мы можем. Вот. Например, назови эмоцию, то есть мы просто называем эмоции, которые есть у нас. Отгадай, что я почувствовал, рассказываем короткую историю и просим детей тоже назвать эмоцию. Ну, например, я сегодня зашла в магазин, купила мороженку, вышла на улицу и мороженка упала из моих рук и тут же ее съела какая-то страшная огромная собака. Что я могу при этом почувствовать, какие эмоции детки рассказывают. Страна чувств – это дети рисуют портреты эмоций, ну, и чуть-чуть посложнее тоже рассказы по фотографиям. То есть мы показываем фотографии, и ребенок говорит о том, что чувствует человек на этой картинке. Игра о короле-королеве. Мы посадим короля или королеву одного из детей на стульчик, остальные подданные идут перед ним и стараются повторить его эмоции. То есть если король или королева серьезная, то дети отдают честь. Если веселая, тогда улыбаются и машут руками. Игру проводим под музыку, под любую, ну, и дети тоже радуются. И шумный оркестр. Не очень комфортно для педагога, но для детей разгружающе. Иногда мы тоже этим пользуемся. Когда мы даем детям шумовые инструменты, и они играют на них и могут издавать звуки любой громкости. Но когда мы перестаем дирижировать или выключаем фоновую музыку, они должны быстро прекратить это делать. После этого слушаем тишину и наслаждаемся. Игра на поднятие самооценки. Называется «А за то». Хвалилки по-другому называется эта игра. Дети садятся в круг, и каждый ребенок начинает себя хвалить. «А за то я умею надавать шарики», говорит один, передает слово другому. «А за то я прыгаю сто раз», «А за то я самый умный», «А за то у меня собака есть». Ну, и обязательно нужно ответить. «Я рад за тебя», а потом уже сказать «А за то я». Игра продолжается, пока не надоест, хватает надолго. Следующая серия игр на коррекцию страхов и стеснения. Это тоже поведенческая проблема, которая приносит нам немало сложностей, когда слишком скромный, стеснительный ребенок отказывается заниматься, выходить на утренники, читать стихи и так далее, и мама и папа очень недовольны. Игра кинопробы. Ребенку предлагается представить себя каким-то персонажем, воспитатель проговаривает сюжет, а ребенок этот сюжет показывает. Вот разные варианты. Я привела здесь разные примеры, но вы их можете своих собственных придумывать очень и очень много. Кто притаился в темноте? Берем темное закрытое помещение. Дети туда заходят, там никого нет, никто их не пугает, но они выходят, и потом жестами рук показывают, кто там в темноте притаился. Коррекция страха темноты. Ну и последняя наша тема – это использование игровых технологий в процессе подготовки к школе. Подготовка к школе – дело ответственное, потому что если будет очень сильно резкий переход от детского сада к школе, ребенок будет чувствовать себя некомфортно, школа ему не понравится, может начать болеть, как компенсация такая. Поэтому, с одной стороны, в подготовительной группе нужно научить ребенка учиться и потихонечку приучить к школьному режиму, а с другой стороны, они еще маленькие детки, и им, конечно же, хочется поиграть. Что можно делать и что мы делаем? Это школа для малышей или школа для дошкольников. Это игровое, мягкое введение детей в атмосферу школьной жизни. В том числе подготовка руки к письму, развитие всех функций мышления и развитие, что самое главное, наверное, социальных умений и навыков. Это умение подготовить рабочее место, выполнять задания по просьбе педагога, формировать свои собственные схемы действия, то есть планы, как ребенок будет выполнять работу. Ну и здесь уже тренируем внимание, терпение, настойчивость и другие качества, которые нужны. Начинаем с трех-четырех заданий, на каждое отводится по 7-10 минут. То есть мы детям говорим, сейчас мы поиграем в школу, у нас будут уроки, переменки, все как в обычной школе. Ну и наши уроки длятся. Да, да, лесная школа, есть такой тоже вариант. У нас не совсем лесная школа, у нас там дети не играют в животных, мы говорим, играем в школу. Вот, по 7-10 минут уроки и постепенно мы усложняемся, то есть мы и усложняем материал, и мы делаем уроки вот эти чуть-чуть дольше по времени. Постоянно меняется деятельность на этих уроках, то есть, допустим, подписали, подготовили уроку к письму, минут 10 переключились на какие-то математические задачки. Потом попрыгали, побегали, потом сделали еще что-нибудь. Ну, то есть, постепенно мы от этой школы дляташкольника можем переходить уже к школьным занятиям. Вот несколько примеров заданий, которые мы деткам даем. Например, задание на тренировку внимания. Нарисуйте в пустых фигурках соответствующие значки. Есть бланк с фигурками, и нужно поставить в одной минусике, там равно, плюсики и так далее. Обводки разнообразные. Тоже мы начинаем с простых и заканчиваем уже достаточно сложными извилистыми, которые напоминают буквы. Ну и, конечно же, понимая, что письменные буквы будут учить в первом классе, у каждого педагога свой подход, мы буквы не прописываем, прописываем всяческие узоры, орнаменты и так далее. Вот, например, математического задания. Здесь мы берем блоки Генеша и таблички к этим блокам Генеша. И, например, найди заданный блок. Есть табличка у нас. И по этой табличке ребенок должен найти уже фигурку трехмерную. Сложи квадрат. Это из серии игр Никитиных. Тоже хорошее очень пособие, потому что, когда дети разные, мы можем все пособие им дать, и каждый будет складывать свой квадратик. Кто-то из двух частей, кто-то будет просто целый квадратик вкладывать в рамочку, а кто-то попробует сложить квадратик из четырех, пяти, шести маленьких кусочков, и все дети будут рады и счастливы своим маленьким победам. Литература у нас проходит вот так. Словотворчество. Например, есть медведь, как будут звать его ребенка, как будут звать детей, если их много. Белка, Бельчонок, Бельчата, Медведь, Медвежонок, Медвежата. И вот через словотворчество мы берем такие темы, например, как предлоги, например, как словообразование, антонимы, синонимы, слова, объединенные в категории и так далее, и так далее. То есть все, что связано со словами, с грамматикой, тоже мы делаем. Или может быть, например, вот такое задание, найти всех зверей, которые спрятались на этой картинке. Или задание лабиринтик. Здесь тоже есть и развитие руки, подготовка руки к письму, и развитие внимания, и умение долго-долго делать нудную работу, для того, чтобы получить какой-то результат. Игрушки с отличиями. Вот такое задание на переключение внимания. Это уже ближе к финалу, ближе к весне даем такие задания. Нужно сразу же находить три слова вот в этом вот массиве букв. Задание на ориентирование в пространстве листа. Ну и много-много разных других заданий, которые вы можете найти в сети интернета. Там их бесконечно много. Главное понимать, что мы тренируем, зачем мы это делаем, и что мы хотим этим добиться. Ну и тренировка социальных навыков тоже очень классная вещь, которую можно сделать с помощью разных игровых технологий. Здесь мы уже переходим близко к тренинговой работе, но надо сказать, что тренинги на малышах это очень даже благодарное занятие, и дети хорошо на тренинговые упражнения отзываются. Ну вот такое слово может быть из взрослого репертуара, тимбилдинг, процесс сплочения группы, но тоже тимбилдинги на детках дошкольного возраста проводить очень даже здорово, потому что мы можем с помощью этих игр и упражнений обучить детей взаимодействовать, натренировать навыки коллективной работы, выделить детей, которые будут лидерами и помочь им проявить лидерские качества. Ну и у всех деток развивается инициативность, и вообще это очень весело. Дети становятся более уверенными, они становятся более дружными, потому что в тимбилдинге есть упражнение, которое создаёт вот то, что называется чувство локтя. Где-то вот даже на уровне тела дети начинают хорошо друг друга чувствовать. Ну, чувство локтя вообще прекрасная такая штука. Когда вы работаете в команде, давно доходит до того, что вы можете, допустим, руку протянуть молча, и вам в эту руку вложат то, что вам сейчас нужно. Точно так же молча, и вы друг друга поймёте. Вот тимбилдинг работает на создание таких вот связей, очень крепких, и на создание очень хорошей команды. Ну, и несколько упражнений из тимбилдинга. Вдруг вы захотите тоже проводить тренинги. Снежный ком развивает и внимание, развивает память детей. Как проходит? Первый ребёнок называет своё имя, второй ребёнок должен назвать имя первого, своё имя, и передаёт слово дальше. Третий ребёнок называет имя первого, второго и своё, и вот этот снежный ком из имён начинает разворачиваться дальше. Ещё одно хорошее упражнение «Построиться по». То есть просим ребят построиться в шеренгу. Например, по росту, например, по величине ладошки, по цвету волос, от светлого к тёмному, по цвету глазок и так далее. Упражнение «Поиск общего». Хорошо для детей, которые уже владеют здорово речью. Мы просим детей разбиться на пары и в каждой паре найти что-то общее. Например, одна пара решит, что у них и у того, и у другого есть кошка дома. А вторая пара решит, что они любят мороженое. Ну и так далее. Потом пары соединяются в четвёрке, и вот теперь уже в четвёрке нужно выяснить, что общего у детей. Потом четвёрки объединяются в восьмёрке и так далее, и так далее. Следующая тренировка взаимопонимания упражнение «Батискаф». Мы говорим, «Ребята, сейчас вот ваш участник, один участник будет, выйдет из батискафа, в батискафе ничего не слышно, вы его слышать не будете. Мы ему загадаем слово, он должен будет руками, жестами, хоть как объяснить вам это слово. Если вы это слово поймёте, значит, вы выигрываете. Ну и по очереди у нас две команды, и по очереди мы одного человека вызываем, шепчем на ушко слово, которое нужно показать, и он пытается своей команде это слово объяснить без слов. Упражнение «Поймай мяч» хорошо закрепляет умение действовать вместе, внимание, ну и для детей, которые не очень хорошо знают друг друга по именам, это упражнение на знакомство. Как проводим? Ребёнок встаёт в крок, в серединку, высоко подбрасывает мяч и говорит, например, «Никита», и Никита должен добежать этот мяч поднять. Потом Никита подбрасывает мяч, говорит, например, «Маша», и Маша должна этот мяч поднять. И так далее, пока не надоест. Ну и точно так же можно адаптировать для детей дошкольного возраста достаточно взрослые упражнения, которые проходят на взрослых тренингах. Например, упражнение «Паутинка». Ну вот буквально неделю назад на «Малышах» проводили в выездном лагере, был полный восторг. Навязываем вот такую вот паутину между деревьями и говорим, «Ребят, теперь вы должны пролезть через эту паутинку, вас тут паук утащил, злой большой, давайте будем пролезать». Но через каждое окошечко может пролезть только один человек. И они между собой распределяют, кто через какое окошечко полезет. Но обычно додумывается, что более крупные, тяжелые ребята пролезают через нижние окошечки, а маленьких и легких с помощью взрослых, конечно же, с помощью воспитателей передают через верхние окошечки друг к другу по рукам. Визга и счастья обычно бывает много. Упражнение «Солнышко» привязывается на веревочке такая петелька из резинок, то есть если все потянут в разные стороны, то эта петелька становится широкой, и можно захватить какой-нибудь предмет. Потом предмет захватывают, петельку делают узкой, и этот предмет можно перетащить с места на место. Достаточно сложное занятие, но опять чувство локтя дает. Еще одно упражнение «Кочки». Вот таким образом нужно пройти через болото и не утонуть. Ножки связываем по две, и вся команда шагает по кочкам, то есть просто листочки бумаги или небольшие коврички. Сходить с них нельзя, а то человек утонет. Еще чудесная игра «Водопровод». Для этого нужно оборудование, сантехнический желоб. Они есть в хозяйственных магазинах и стоят не очень дорого. Мы говорим, ребят, сейчас нужно сделать такой ручеек, водопровод, и держать его так, чтобы водичка у нас не проливалась. Ну и здесь еще и выход на тему окружающего мира, на работу с водой и свойства воды, как вы понимаете. Игры на координацию совместных действий. Например, пальчики. Мы считаем раз, два, три, и ребята должны показать на ручках одинаковое количество пальчиков. Примерно с десятого раза получается у свеженьких команд, и примерно с третьего раза у команд, которые уже скоординировали свои действия. Тоже игра достаточно сложная, но полезная. Обруч. На пальчики детям кладется обруч, и они должны этот обруч поднять над головой и потом опустить до уровня коленок. При всей своей простоте задание оно делается не очень легко, потому что нужно опять-таки координировать, телесно координировать свои собственные действия. Я вижу вопросы в чате, поэтому сейчас договорю со всем уже скоро и на вопросы отвечу. Пирамидка. Ну, примерно как солнышко, только это комнатный вариант. Вот, канцелярскую резинку привязываем на веревочке, и тоже получается петелька, которой можно ловить разные предметы. Ну, и игрно-телесный контакт. Волна может быть для более старших игроков или для детско-родительских. Очень хорошо подходит, когда мы родителей садим вот в такой паровозике, и они над головой передают деток. Детки счастливы, родители тоже. Мы, конечно, страхуем. Вот. А прыжок веры можно проводить в детском коллективе. Вся команда встает в кучку, и один ребенок ну, просто падает в протянутые руки и чувствует себя после этого очень-очень счастливым, потому что его поймали, тут и страх, и понимание, что вокруг друзья тебя держат, и это очень-очень классно. Ну, и игры, которые помогают детям создавать конкретную общую стратегию, договариваться в результате. Создание этой стратегии. Например, ковер-самолет. Вот деток ставим на коврик пенку, вот примерно так, как на картинке, то есть тесненько-тесненько, и они должны, мы говорим, что вы теперь летите на ковре-самолете, если кто-то встает на землю, значит, он упал, и вся группа начинает двигаться сначала, и ваша задача прямо в полете перевернуть ковер-самолет на другую сторону. Это возможно. Ну, и вот здесь на фотографии ребенок демонстрирует именно начало правильного выполнения этого задания. Ну, обычно несколько попыток бывает, и потом, когда-то самостоятельно, когда-то с помощью взрослых дети это упражнение выполняют. паутинку рассказала уже, ну, и это, наверное, все-таки для взрослых. Вот, когда мы проводим тренинги даже для малышей, даже если это такой вот простейший игровой тренинг, мы всегда после тренинга даем обратную связь, и вообще после игр, которые корректируют поведение и социальные навыки, хорошо бы давать детям обратную связь, и они друг другу дают, кто как себя вел, кто какой вклад внес, кому понравился какой участник, правильно ли распределили работу и так далее. Если это проговорить, то следующее упражнение у детей бывает более удачным. Ну, и всегда мы тренинг, потому что тренинг, он требует больше усилий у ребенка, чем просто игры, да, это какая-то эмоциональная отдача, поэтому тренинг завершаем очень по-доброму, очень красиво, или передаем игрушку, и каждый говорит о своих впечатлениях, или какие-то приятные сюрпризики друг другу участники делают. Вот, это вся информация, которую я хотела рассказать, и я думаю, что большой спектр психокоррекционных игр я вам рассказала. Главное, еще раз, на что хочу обратить внимание, что первое, мы работаем в каждой игре на очень узкую проблему, и второе, мы создаем веселую, безопасную атмосферу, чтобы ребенок хотел заниматься этим делом. Ну, и ответ на вопросы, я их вижу, давайте отвечу на вопросы, и вы можете написать или в общий чат, или в раздел вопросы. Евгения пишет, хотелось бы менее подвижные игры, так как у нас музей, стеклянные витрины, места немного. Вот из того набора, который я показала, можно, например, выбрать игру «Луха», которая требует один стол, несколько стольев и листочек в клеточку. Можно брать петельку из канцелярской резинки, которую в тренинговых играх я показала, мочекора, настольную игру, ну и разные игры, которые мы играем на стольях пальчиками и так далее. Для детей раз игры также подходят, как и для детей со СДВГ. Не совсем. Это все-таки разное состояние, здесь разные задачи. Для детей раз нужны тренировки коммуникативных навыков. Они могут у вас в игру не зайти. Вот. Поэтому дети со СДВГ, они в игру заходят и они могут просто пораньше из этой игры выйти, но они поиграют. Дети сразу могут не зайти в эту игру и там скорее тоже игры будут, но это игры не в группе детей сначала, а это игры с педагогом, который занимается коррекцией. Это огромная такая большая тема, но посмотрите, что-то для адаптированных детей раз уже можно из этого списка выбирать. Материалы все описаны в презентации. Презентацию вы можете скачать прямо с сайта из той комнаты, в которой мы с вами находимся. Запись вебинара, ну сейчас Татьяна Викторовна скажет, запись вебинара будет на канале YouTube. Вот. Ну и не совсем поняла игру там, где найти общее. Нет, пара детей Татьяна объединяется в рандомном порядке, то есть мы просто делим их на пары, как попало и все, а вот уже объединившись в пару, они должны найти у себя общее. Потом точно так же вот те пары, которые первые сделали задание, они объединяются в четверки. Тоже случайным образом им нужно найти общее. Как происходит соединение в группу? Как только пара сделала свое задание, они объединяются в четверки, то есть первые две пары, выполнившие задание, образуют первую четверку, дальше за ними остальные и все. Вот. Надеюсь, что ответила и сейчас еще в общем чате вопрос посмотрю. Так. вопросов в общем чате не вижу. Коллеги, если есть вопросы, можно еще задать успеть. Если нет, то я буду передавать слово Татьяне Викторовне. Минуточку еще. Еще чат посмотрим. Ну, наверное, все. Татьяна Викторовна, ко мне вопросов нет. Вопросы по скачиванию сертификата по презентации, давайте я уже вам передам слово. Коллеги, спасибо большое, что выслушали. Надеюсь, на следующие наши встречи и желаю